Всем привет, ребята, с вами Дрей Чент, и да, это новый выпуск «Спасите моего ребёнка». Если вы не смотрели предыдущие выпуски, ребята, ссылки находятся все в описании. Напоминаю, проект о том, что есть трудные дети с разными болезнями, пытаются им помочь, и кто сегодня будет у нас в гостях, узнаем прямо сейчас. Да, с радостью читаю ваши комментарии. Поехали! С самого рождения ребёнок находится в непреднённом движении. Делает первые шаги, познаёт мир, совершает новое открытие. Но бывает так, что возможности детей ограничены, и родители часто не знают, как объяснить своему ребёнку, почему ему нельзя делать то, что делают другие дети. Первая история. Пойдём. Пока непонятно. Мы выходим за полчаса, за минут сорок. До школы. Проходим метров двадцать. Отдыхаем. Если есть лавочка, то мы садимся, сидим. Слабые мышцы? Или, если уж совсем всё критично, я могу её донести. Сядь, на бордюрчик посиди. Садись. Пойдём. Садись посиди. Он не холодный. Нет, нельзя бегать, прыгать и резких движений делать. Мама мне не говорила, почему. Мама сама знает. Если у тебя болезнь, ты говори. Это странно, почему мать уже ребёнку девять лет, как минимум, мне кажется, объяснить можно, почему тебе нужно постоянно сидеть. Или отдыхать. Она мне задаёт вопрос. Мама, почему я всё время лежу в больнице? Почему у меня берут кровь? А ты ей не говоришь, да? Почему у меня обследования такие вот? Ну, а как мне ребёнку объяснить, что у неё аневризма? И она может в любой момент лопнуть. И её никто не спасёт. Вот так вот и объяснить, что у тебя есть страшная болезнь, поэтому нужно, бывает, вот так вот себя вести. Не, лучше пусть нихрена не знает. Так веселее. Знаете, вот кто любит жить в неведении? Прям вот шикарно. Всегда обожал. Вот знаете, вот чувствуешь, что что-то не так. Ну, хрен поймёшь, что. С самого рождения она у нас плакала. Ей лечили голову. Думали, что у неё внутричерепное давление. А получилось, что сердце и голова дают одинаковые симптомы. Выяснилось, что у неё сосуды забились, и теперь ноги не кровоснабжаются. Твой ход. Сейчас четыре часа уже таблетки надо будет пить. Она в последнее время начинает задавать вопрос, почему она пьёт, что за таблетки. Каждый день на протяжении вот уже девяти лет. Я говорю, что она плохо ест. Она говорит, папа, я буду кушать хорошо. Я болеть не хочу. Ну вот, вы вот ребёнка обманываете. Вторая, да. А без поддавков играй. Жена успокаивает меня, я успокаиваю её. Ребёнок на нас смотрит, и в глазах у неё написано, что мама, папа не расстраивайтесь, всё будет хорошо. Хотя она не знает, что... критическая ситуация. Ну, мне отчасти понятно, отчасти, что они не хотят ребёнка расстраивать и так далее. Но если ребёнок чувствует себя хреново, ну неужели он не может знать, что с ним? Нет, тебе плохо, потому что ты плохо кушаешь. Ну что, вы собрали уже? Нет. Это самый трудный? По инструкции нет. Я уже отчаивалась много раз. Ну, я брала себя в руки. Если я буду лежать на диване и плакать, то от этого кому легче станет? У меня умрёт ребёнок. С этой как бы мыслью тяжело жить. То есть 9 лет уже ребёнок на таблетках. Чтобы понять, в каком состоянии находится девочка и можно ли ей помочь, в невинном иск прилетела врач проекта Елена Зильберт. Здравствуйте. Меня зовут Елена Витальевна. Я детский врач. Скажите, пожалуйста, с чем вы обратились на проект? С какой проблемой? У нас аневризм, брюшные аорты и артерии. Тут ребёнок сидит такой, что? Мам, ты говорила, что я просто плохо кушаю. Реальная гипертония. Цена с почечных артерий и недостаточность кровообращений на данный момент. Ребёнок в шоке. Ног, забитость аорты, брюшной. Целая куча проблем с системой кровообращения. Правильно я поняла? Сейчас, Соня, сколько лет? 9. А скажите, пожалуйста, как давно она болеет? Ну, с рождения, ну, выявлено с 8 месяцев. Сонечка, скажи мне, пожалуйста, а вот сейчас вот тебя что-то беспокоит? Меня беспокоит то, что у меня болят ноги. Они у тебя когда болят? Утром, вечером? Они всё время болят. Они болят, когда ты ходишь, когда нагрузка. Можешь сказать? Ну, когда нагрузка, когда я хожу. Что произошло сейчас? Что, в чём ухудшение? У нас начали ухудшаться ноги. И выяснилось, что наша брюшная аневризма, она полностью вот аорта, забита кальцинатами и тромбами. И ноги не кровообращаются. Порог развития сосудов у детей вообще встречается крайне редко. Это тромбоз может быть. Это нетипично. Это каждый ребенок, который требует индивидуального подхода. Безусловно, это опасно для здоровья и жизни. Давайте, наверное, посмотрим. Ножки посмотрим твои. Ну, видно, да, что к вечеру отёки на стопках. А вот синяки так быстро у неё образуются, кематомки? Часто? Да. После того, как стали пить разжижающие препараты? Мы их пьём постоянно с рождения. Соня, скажи мне, пожалуйста, у тебя бывает такое, что у тебя мурашки бегают по ножкам? Да, бывает. Так, ну что ж, мы с Соней посмотрели, с Соней пообщались. Теперь, наверное, мы её отпустим, а поговорим с мамой. Хорошо, Даша? Провели обследование. Интересны, конечно, результаты КТ. Вы видите, что аорта, которая изменена, и почечные сосуды тоже изменённые, они сужены. Соня однозначно нуждается в хирургической коррекции порока сосуда. Технически операция очень сложная. Нужно чётко понимать все риски, которые могут возникнуть либо во время операции, или в послеоперационном периоде. Смотрите, ситуация в какой-то определённый момент может оказаться тупиковой. Она растёт, у неё наступит подростковый период, гормональная перестройка, и как поведёт себя сердечно-сосудистая система, никто не знает. Здесь надо понимать, что, с одной стороны, она нуждается в хирургическом лечении. То есть это то, что даст ей возможность дальше жить, расти, жить полноценно, не пить горстями препараты. А с другой стороны, она внесёт в себе достаточно существенный элемент риска. Исследований компьютерной томографии вы не делали уже давно. И на каком там сейчас протяжении изменения аорты, и насколько сужен просвет почечных артерий, сказать очень сложно. Я даже как-то не могу сказать однозначно, что хирурги, всё это посмотрев, скажут, что да, нужно уже оперировать, можно уже оперировать. И мы вот готовы. То есть здесь пока не выполнены исследования. Сказать однозначно, насколько возможно технически сделать операцию, вам никто этого не скажет. Но жить ничего не меняет уже нельзя, потому что вы видите, что проблемы нарастают. Поэтому я думаю, что нужно ехать в Москву, нужно ехать в клинику кардиохирургическую, обследоваться и определяться уже однозначно с оперативным лечением. Вы готовы? Я готова. Я готова. Несмотря на то, что существует риск неблагоприятного исхода, им говорят, вещи называют своими именами. Вы понимаете, да, что, к сожалению, консервативное лечение – это тупиковый путь. Ну, я готова, да. Сейчас я успокоюсь. Да. Может быть, что-нибудь хотите спросить? Какие-то технические моменты, ещё что-то? В принципе, у меня нет вопросов, это всё. Ну, типа, не лечишь, да, риска нету, но риск есть потом. Лечишь сейчас, шанс есть на что-то хорошее. Ну, блин, так всегда в жизни. Ну, что ж, тогда собираемся ехать в Москву. Когда от решения родителей зависит жизнь ребёнка, и это решение необходимо принять незамедлительно, здесь нет права на ошибку. И нет права на проявление слабости. Потому что, когда на тебя смотрит твой ребёнок, ты должен быть уверен и спокоен. Справиться с собой в такой ситуации может помочь Афабазол. Действия Афабазола направлены на восстановление нервной системы и защиту от стресса. Я спокойный, как у дома. И мама нашего следующего героя тоже переживает за будущее своего ребёнка, но пока не знает, смогут ли ему помочь. Ещё одна история пошла. Калуга. Так, мамка. Мама, мама, давай я пройдём. Так, у мальчика проблема со слухом. Мама. Мама. Пойдём со мной. Как? Мы идём к маме. Ну ладно, мы со мной-то пойдём? Пойдём. Пойдём. Пойдём, покажи что. Пойдём. Ну, с рождения у Марины слух был лучше. Во-первых, он с годами почему-то падал у неё. А после родов он у неё. То есть, получается, мама не слышит и у ребёнка проблемы с ушами. Сейчас на нуле все звуки практически. Даже мутык не слышно. Птичка такой, пух такой. Не слышно. Федя дует. Вообще не слышно. Только машина бы там натикалась. Бим-бим-бим. Всё, больше всего. Ну да, она, получается, говорить нормально не может, потому что она даже не слышит то, что она говорит. У-у-у, как хорошо это вообще. То есть, она ещё помнит те слова, как они должны произноситься. Ну, это всё такое вот. Марина сильно переживает, конечно. Вдруг она Федя не услышит. Но и Федя, он уже привык. Он же несколько раз ей повторяет, чтобы она услышала. А иногда он уже и подходит к маме, чтобы она повернулась к нему. Девочки, давай мне сейчас пижаму оденем. Ну, думаю, что в Феде будет всё в порядке. А вот ещё одна беда. Короче, у неё со слухом проблемы и у ребёнка. В брод доме попробовали, проверили слух. Говорят, нет, звуки не проходят. Он вас не слышит. Не надо, не надо, не надо, не надо. Всё, у этого тишина в голове пошла. Ну, страшно. Страшно, конечно. Дочь не слышит. Ещё ребёнок не будет слышать. Это очень больно идти. Очень. Ну, мне кажется, единственный вариант, это вот сейчас, знаю, вот эти кахлярные планты в голову вставляют. Ну, конечно, очень дорогое удовольствие. Прям очень дорогое. Либо ты должна государство оплачивать, либо ты должна быть... Нихреново таким обеспеченным человеком. Петя, слышишь хорошо? Слышишь? Да, тут такая неприятная моментики. Трёхлетнему Феде из Калуги, так же, как и его маме, сразу после рождения поставили диагноз двусторонняя тугоухость. За помощью в нашу программу обратилась бабушка малыша. То есть после рота. Понять, насколько сильно у ребёнка нарушен слух, в Калугу приехала врач проекта Елена Зильберт. Вот интересно, то есть как-то орлоды, прикиньте, орлоды и уши, вроде вообще, то есть, ну, две несовместимые вещи, ну, никак. То есть родила и потеряла слух. What the fuck? Как так-то? А вот так. Расскажите, пожалуйста, с какой проблемой вы к нам обратились? Я родила дочь, которая не слышит. А у дочи родился... Короче, дочь вообще никогда не слышала? День, которую не слышит. Волнуемся, что будет у нас дальше. Когда вы узнали, что у Феди проблемы со слухом? С рождения. С рождения. То есть в роддоме... Она по губам читает. А вот Федя, пожалуйста. Как дальше развивались события? Вы куда-то обращались? Обращались в Москву. Нам сняли просто показания нашего... Аудиограммы? Да, нашу аудиограмму сняли нам. И подтвердили? И подтвердили, что у нас нейросенсорная тугоухость. Нейросенсорная тугоухость – это заболевание, при котором происходит потеря слуха, вследствие поражения либо внутреннего уха, либо слухового нерва, или центра головного мозга, который отвечает за восприятие звука. Вот из выписок ваших вижу, что было рекомендовано использование на оба ушка цифровые сверхмощные слуховые аппараты. Скажите мне, пожалуйста, когда вы начали пользоваться слуховыми аппаратами, вы заметили какие-то улучшения в развитии? Как они проявлялись? Конечно, у него появилась речь. Он стал больше читать, ему нравится читать, потому что он, по всей видимости, слышит себя. Короче, маме уже было нечем помочь, да? То есть она сейчас родилась тоже уже, в общем-то, с потерей слуха. Что бы вы хотели в дальнейшем для Феди? Чуть получше слуховой аппарат, по качеству невозможно. Конечно, что можно стремиться использовать такое более современное оборудование, аппаратуру, если можно так сказать. Это, конечно, будет улучшать существенно качество жизни и, в общем-то, и обучение. Мне кажется, там только это ему поможет. Я читала из вашей анкеты. Такая штука вживляется в голову, такая пластина, одевается в слуховой аппарат, и тоже, и там сразу передается. Я не знаю, как это все работает, но вот я видел, что это пока что, на сегодняшний момент, это топчик для тех, кто не слышит. И оно как-то там сразу в мозг передает волны, и ты начинаешь слышать. Я считаю, что и мама, и папа-ребеночка с нарушением слуха. Да. До рождения Феди вообще задумывались о том, что он может родиться также с такой же проблемой, с тугоухостью. Ну, задумываться-задумывались, но не думали, что так получится. Ну, передалось наследственно. По статистике Всемирной организации здравоохранения каждый восьмой житель планеты является носителем гена тугоухости. Если каждый из родителей является носителем одинакового гена тугоухости, то все дети такой семейной пары будут глухими. Не поедешь на дачу? То есть у тебя даже другого варианта нету. На рыбалку поеду. На рыбалку? А что ты на рыбалке будешь делать? Рыбу. Рыбу ловить на рыбалке. И дальше что будет с рыбой? Ты, наверное, ее будешь кушать. И она у тебя будет прятаться в животик. Да. Да? Ну-ка, давай-ка посмотрим, как она у тебя спрячется в животик. Ну-ка, ну-ка, рыба, рыба. Федь, а давай-ка посмотрим, что у тебя там на спинке. Может, у тебя рыба за спинкой спряталась? Да. Да? То есть малой что-то слышит, то есть не полностью глухой. Пальчика у тебя сколько? Давай. Один, два, три, четыре, пять. Ты почему не считаешься? Ладно. Никаких признаков таких необычного внешнего вида, которые могли бы говорить, допустим, о генетических каких-то синдромах. У нас этого ничего нет. Федя, ты можешь вот сюда рядышком со мной сесть, мы с тобой поиграем? Значит, такая достаточно несложная программа для определения слуха. Интересно, насколько он адаптирован к аппаратам и как он будет воспринимать. Ты слушай, внимательно будет говорить тебе, мы с тобой будем выбирать картинку, какую ты услышишь. Выберите слова. Книга. Король. Собака. Какие ты слова слышал? Машина. Теперь новые слова. Выберите слова. Рука. Дерево. Машина. Да. Какие слова ты слышал? Петербург. Думаю, не слышит. Не слышит, думаете? Давай еще раз послушаем. А что нельзя одно слово? Там просто машина. А не три вподряд. Может, малой вообще ни хрена не понимает, что от него хотят. Давай, вместе с мамой. Вместе с мамой. Давай. Выберите слова. Рука. Дерево. Машины. Какие слова слышал? Машина. Марин, а вы слышите? Вот рука. Рука слышала. Кто? Марин. Там и начало слышала. Феде абсолютно точно нужно пройти по автору. А странно, почему-то там мама что-то слышит, да? Почему она не носит себе эти слуховые аппараты? Ладно, за кухлярные импланты и так далее, я понимаю, что там деньги. Но почему она не носит слуховой аппарат хотя бы? Если какой-то слух у нее есть. Полное обследование слуха. Хотя бабушка и утверждает, что он хорошо слышится слуховым аппаратом, но данные тесты показали совершенно другую картину. Цель ближайшая – это более мощный аппарат. Это вы все будете обсуждать с трудологом. Ваши возможности. Я вам напишу, какие вопросы нужно задать, и вы обязательно пообщайтесь. Спасибо вам большое. До свидания. Ваши возможности финансовые? Я не думаю, что у них есть столько денег. Что, третья история? Моя маленькая дочка – это позитивный такой человек. Очень любит играть, улыбаться, смеяться. Соня любит еще плавание. Правда, только в ванне. Мы хотели ее отдать в бассейн, но, к сожалению, из-за болезни в бассейн не можем ходить. Сопа, сопа, сопа. Ну что? Что не так? Отношения с отцом ребенка не сложились. Мы расстались, а потом только узнала, что беременна. Мне мой ребеночек достался очень даже нелегко. Тяжелая беременность, достаточно тяжелые были роды. И после родов, во время кормления, я увидела из шеи выходящую жидкость. Подумала, что это молоко, но потом, в дальнейшем, она была зеленая. Оказалась проблема с шейной боковой свечей. Образование, как говорят врачи, один миллиметр на один миллиметр. Гной идет каждый день, не переставая. Да не плакать, нет, нет. Нет, нет, нет. То есть не заживает и постоянно кормит. Точнее, гноит. Подожди, подожди. Да, да, все, на ручках. Болезнь у совки, я бы так не сказала, что она влияет на нее. Все врачи говорят, что ребенку не больно это, что это не мешает ей. А мне в голове кажется, что мешает, что это вот такая вот болезнь, которую надо срочно убрать. Хирургически сто пудов удаляется. На качель так кататься будешь или спать? Там вариантов немного. Ой, вкусные пальчики. Не хочется верить в то, что было прочитано в интернете, что свечи очень сильно влияют на разрушение костной ткани. Ой, в интернете бывает, когда зайдешь, как почитаешь, то там обычный геморрой уже приводит к смерти. Ну, я так уже утрирую, но в интернете такого уже прям понаписывают бывает, что просто головная боль. У тебя там уже и гипертония, и рак мозга, и, короче, про... То есть это разрушение и сосудов, и самих костей. И боюсь, что там не одно отверстие идет свечи, а может разветвление внутри быть. Болезни Сони я никого не виню и себя не виню. Это правильно. Что уже случилось, то случилось. Да, просто не фартануло. Просто хочется уже вылечить и забыть обо всем. Чтобы разобраться, почему ребенку до сих пор не оказана помощь, в город Долгопрудный отправилась Елена Зильберт. Зильберт. То есть отец у него был немцем? Здравствуйте. Да, возможно, скорее всего, немцы-то разоходили в страну, и он женился, в общем-то, на русской. Ну, скорее всего, так оно и было. Меня зовут Елена Витальевна, я врач проекта. Расскажите, пожалуйста, с какой проблемой вы обратились к нам? Началось выделение из шеи. Выделение зеленого цвета. С правой стороны, вот здесь. Когда вы это заметили? Я это заметила, когда было ей две недели. Когда я ее кормила, она схватывала, и, соответственно, она выходила, как молочко такого цвета. Когда вы впервые обратились к врачу? Когда только заметила. Я поехала к участковому педиатру. Он сказал, что это фурункул, и надо обращаться к хирургу. Что вам сказали? Как вы это понимаете? Боковой шейный свеч. Боковой свеч шеи – это врожденный порог развития. По сути, это канал, одно отверстие которого находится в глотке, а другое – на наружной поверхности шеи. Самостоятельно это заболевание не проходит, и медикаментозной коррекции не подлежит. Хирургически. Скажите, пожалуйста, вам дали направление в больницу, да, и вы поехали туда на консультацию, да? Да. Диагноз подтверждился. Меня уверяли только оперативное лечение. Но сказали, операцию надо перенести через 4 месяца только. Если свеч шеи диагностирован в периоде новорожденности, то сразу операцию ребенку не выполняют, потому что, возможно, возникновение дополнительных свечей, тогда придется оперировать несколько раз. А в возрасте 4-5 месяцев такую операцию выполняют уже в плановом порядке. Наступило это время, мы собрались, поехали, в же сумки. Сколько ей было? Возраст, какой у нее был? Ей 4 месяца, 4,5 месяца было. Ну, молодец. То есть мамаша, то есть вообще молодец. То есть мать-одиночка, но очень такая ответственная. То есть все заметила, обратилась, четко 4 месяца пошла. То есть, ну, молодец. Сумки готовы, приехали туда с этой выпиской, с рекомендациями. Нас отправили обратно. Сказали, у вас нет путевки. Мы развернулись и поехали обратно, сюда домой. Путевка на госпитализацию – это документ, в котором указан день госпитализации и перечень анализов, которые нужно сдать в поликлинике по месту жительства или в любом другом медицинском центре. Чтобы получить путевку, необходимо приехать в приемное отделение хирургии со следующими документами. Направлением на госпитализацию формы 057У Страховым полисом и свидетельством о рождении ребенка Паспортом одного из родителей А что, в России прям страховой полис? Это как в Америке обязательная штука или что? Страховой полис Заключением специалиста, который проводил консультацию Дальше, после того, как нас вот так развернули обратно в Силатовское, как-то боязно стало Стало боязно По всей видимости, вы недостаточно сильно боялись, раз затянули полгода Все-таки руководствоваться надо интересами малышки Очень часто родители знают и диагноз ребенка, и куда нужно обращаться Но им бывает сложно сделать тот самый последний шаг, который решит проблему Очень важно понимать, что откладывать лечение опасно, потому что это может привести к развитию осложнений Скажите, пожалуйста, а вот с самим этим свящом вы что-то делаете? Промываем только А вот когда у нее увеличивается, наполняется это образование? Чуть-чуть надавливаю, выходит немножко гноя, и тогда эта опухоль, она пропадает Ну, выдавливать отделяемую из свяща, в общем-то, достаточно опасная манипуляция Потому что просто это может вызвать распространение инфекции Поэтому, пожалуйста, в следующий раз так постарайтесь все-таки не делать Хорошо Может быть, у вас есть какие-то вопросы, которые бы вы хотели задать до осмотра маленькой? Например, в интернете пишут, что это разрушает костную ткань Это так? Что разрушает костную ткань? Свящ Нет, свящ не разрушает костную ткань А в интернете пишут Это абсолютно неправильная информация Он является источником инфекции Получается, сниженный иммунитет ребенка Конечно, конечно Потому что ребенок постоянно болеет Это постоянный источник инфекции Мама Сони, как многие другие родители, большинство информации черпает в интернете И это в корне неправильно Потому что достоверную информацию о заболевании ребенка и методах лечения может дать только врач Ну, хорошо, давайте посмотрим Давайте посмотрим Давай, давай ручку При пальпации бесполезненно Ничего ей не беспокоит Покраснение бывает в этом месте? Бывает Ну, малая активная такая Побежали, побежали, побежали Плюх Пошли, пошли, пошли Оп Такой приятный ребенок Здесь все чистенько, все хорошо Одеваешься уже Ну, я так понимаю, что направление на госпитализацию вы взяли, правильно? В 0,57 форму Теперь вам нужно приехать в больницу, получить путевку Там будет список анализов При плановой госпитализации ребенка, который будет находиться в больнице с одним из родителей Ребенок сдает анализы по списку, который прописан в путевке Родитель или другой сопровождающий ребенка в больнице также сдает анализы Это необходимо для того, чтобы исключить возможность заражения других детей Следует помнить, что разные анализы имеют различный срок годности Поэтому важно заранее планировать сроки их сдачи Вы все это сдаете, приезжаете в тот день, когда у вас назначена госпитализация И госпитализируетесь Хорошо При гладком течении оперируетесь на следующий день Ну, а там дальше Тогда, я думаю, мы с вами попрощаемся Это все очень быстро Надеюсь, что вы закончите До выздоровления Да, начатое дело важное, которое посвящено лечению Сони Сонь, пока! Соня! Скажи, я занята совершенно другим Ну, пока-пока! Когда Соне было 7 месяцев, врачи диагностировали у нее редкое врожденное заболевание сосудов На протяжении всей жизни девочка вынуждена принимать сильнодействующие препараты Но, несмотря на это, ей становится все хуже После осмотра врачом проекта Соня была направлена в Москву в центр сердечно-сосудистой хирургии, где ей провели все необходимые обследования У Сони диагноз достаточно сложный и однозначный И с нашей точки зрения самый обобщающий, самый точный, это так называемый синдром средней аорты Кровь в теле человека движется по кровеносным сосудам, полым трубкам различного диаметра У Сони редкое врожденное заболевание, которое привело к сужению почечной артерии, образованию аневризмы, истончению стенок брюшной аорты и патологическому сужению бедренных артерий с обеих сторон В результате произошло нарушение в системе кровообращения Исправить эту патологию возможно только хирургическим путем Короче, плохо циркулирует кровь Врачи оценили состояние Сони как критическое Хирургами было принято решение оперировать девочку немедленно Цель нашей операции – восстановить кровоснабжение органов таза и нижних конечностей Это достаточно большая травматичная операция Практически трехполосная Я надеюсь, что у нее никаких осложнений не будет То есть тут только таблетки мне не вынечуешь В 12 лет операции на крупных сосудах проводят только в экстренных случаях Когда заболевание угрожает жизни ребенка Девятилетней Сони предстоит сложнейшая шестичасовая операция И предугадать ее исход не может никто Ну да, ждать, хотя 9 часов, мать его, прикиньте, 9 часов операция Хирурги будут работать на крупных жизненно важных сосудах И во время таких операций очень велик риск кровотечения Если оно произойдет, спасти ребенка не удастся Чтобы снизить потребность в донорской крови Врачи подключают девочку к специальному аппарату Он перерабатывает кровь из операционной раны и возвращает ее обратно Он воняет обратно ее же кровь Для восстановления нормального кровотока Хирургам необходимо заменить деформированные участки в сосудах и артериях специальным протезом Но для того, чтобы добраться до места поражения, им придется сделать Да будут такие трубки вставлять? Разрезы в грудной и брюшной полости А также в нижних конечностях девочки Сосудистый хирург готовит протез, который заменит пораженные участки в крупных сосудах и артериях Сужение почечной артерии привело к тому, что правая почка Сони практически перестала работать Чтобы восстановить функцию этого органа, девочке необходим протез для почечной артерии Специальным прибором, термокаутером, хирург выжигает отверстие в основном протезе Сюда будет пришит имплант для почечной артерии Сейчас, секунду, я посмотрю просто Вот так будет лежать То есть и почка одна плохо работает Как обычно сюда я пришлю Да Жестко Когда все готово, начинается основной этап операции Хирургам необходимо пережать аорты, чтобы подготовиться к соединению протеза с аортой Пережали, Свет Теперь можно пришивать сосудистый протез к аорте Вот этот хвостик наверх выброси Этот протез пришит к аорте Все, операция закончена Ну, такое, конечно Да, там таблетками так просто не вылечишь То есть ставили трубки Которые пропускают, как понимаю, больше крови Не плачьте, уже все хорошо, все позади Она еще спит Ее сейчас погреют Немножечко там покапают Лекарства еще и все хорошо Все, сейчас она скоро проснется И тогда уже вам скажут, что там дальше Ну, наверное, если все будет нормально Вам еще скажут Понимаете? Не расстраивайся, все хорошо Это достаточно травматичная операция Но, тем не менее, детский организм очень пластичный Поэтому надежда есть, что это все восстановится быстро Дай бог Операция прошла успешно Но впереди у Сони тяжелый период восстановления Врачам необходимо стабилизировать состояние девочки И поэтому, пока она будет находиться в реанимации Ну да, следить за ней нужно Болят живые, все болит И все время спит Я с ней не могу даже поговорить Так что Так что Эту специальную Ваню отмети коментозный сон Соне и ее маме предстоит очень тяжелый период Даже при успешной проведенной операции Невозможно спрогнозировать, как быстро организм сможет восстановиться Сколько времени понадобится для этого, узнаем чуть позже А сейчас мы вернемся к нашей маленькой Сонечке Вместе с мамой и бабушкой Она направляется на госпитализацию в больницу А там дешево Заходите Здравствуйте Здравствуйте, присаживаемся Присаживаемся сюда Ребеночка на ручке Давай, держи Кто у нас мама? Я Как зовут? Все так похожи Мама, бабушка А смотри, какая у меня есть игрушка Умница А смотри, какой у меня есть фонарик Покажите, где у нас что болит Так Виден действительно боковой шеи Сейчас там воспалительных процессов нет Ни красноты, ни отека Значит, мы готовимся к плановой операции Ребенок еще будет осмотрен анестезиологом сегодня И вашим палатным врачом Давайте тогда ребеночка отпустим С бабушкой Мама заполнит документы Заполняйте, пожалуйста А мы пойдем дальше Пойдем Иди к нами Давай, иди ко мне Пускай Давай Давай, мой хороший Ты мой маленький Все Почему маленький, если эта девочка Что мой хороший, что мой маленький Почему не маленькая, а эта девочка Не по себе немножко Все равно переживаю, как это все будет Как это все получится у нее Я жду, чтобы Что все это уйдет Все, ничего не будет Ребенок выздоровеет Мне больше уже ничего не надо Вот модел Золотые зубы Раньше было Кошечка Здравствуйте, меня зовут Надежда Владимировна Я ваш лечу Либо раньше керамики не было на зубы То есть, чтобы это все было одинаково Либо почему вставили золотые Это же тоже, по идее Ни хрена не дешево Покиньте золото вставить Вместо какой-то керамики Доктор, давайте посмотрим на вашу девочку Странно почему-то Раздевайте До памперса И рассказывайте До памперса Привет Да, здравствуйте И ко мне шейка, чтобы посмотреть Вот молодец, какая девочка Вот ты молодец Здесь есть свящевой ходик Который соединяется, как правило, у ребенка с глоткой И из-за этого через этот свящевой ход Выделяется выделение, похожее на слюну И если ребенок болеет какими-то респираторными заболеваниями То это очень часто инфицируется И тогда из свяща выделяется гной В настоящее время воспаления никакого нет И вы госпитализированы для плановой операции То есть можно оперировать Операция будет заключаться в том Что нам нужно иссечь весь свящ до места его впадения в глотку Очень сложно прогнозировать длину свяща И бывает, что для того, чтобы иссечь Будет один разрез вокруг свящика вот здесь Но если свящ очень длинный Иногда бывает, что нам нужно делать еще один разрез Чтобы достать полностью весь Потому что если останется фрагмент свяща То будет рецидив этого заболевания Есть вопросы какие-нибудь? Ну, уже нет Вас посмотрят анестезиологи Посмотрят ваши анализы И мы тогда запланируем день операции Когда это будет Хорошо, спасибо Пока, Соня Пока Нет, мы тут остаемся Анализы Сони оказались в норме Поэтому операцию запланировали на следующий день Теперь Веронике, маме Сони Предстоит разговор с анестезиологом Ну, все, басики Бой-бой-бой, да? Здравствуйте Я ваш анестезиолог Завтра я буду на откос проводить Вашей Софии Меня зовут Аганна Спартакович Я хотел бы поговорить и пообщаться с вами И, конечно, с ребенком Как вы насчет завтающего дня? Настроена уже Завтра с утра Это приблизительно 8 часов 30 минут Софочку привезут ко мне в операционную Мы приготовим игрушки Специально для нее будут приготовлены игрушки Которые уже будут стерильные к этому времени Вот И мы начнем с ингаляции В этом возрасте дети Очень любят По нашим наблюдениям Запах клубники Поэтому мы начнем иголяться с маски Которая будет пахнуть клубникой Вместе с игрушками После того, как ребенок уже будет спать Клубничная маска У него будет катетер внутривенный Он будет у него в ручке И это необходимость Потому что ребенок будет получать лекарства Капельницы Это все внутривенно Но во время операции Ребенок будет на искусственной вентиляции легких После окончания операции Анестезии Софочка приедет к вам В палату У вас есть вопросы? А как вот долго она будет отходить Потом после наркоза? Вы знаете, что это вопрос Очень хороший Но я вам хочу сказать Что это очень индивидуальный момент Потому что это очень зависит от детей Она должна к вечеру быть абсолютно активной И режим питания ваш И все остальное Оно должно быть абсолютно стандартно Как обычно есть Чтобы ребенок уже К вечеру был бы в том же режиме Который привык Постараемся Хорошо? Да Я не буду лукавить Это достаточно набыденная ситуация Что касается этого ребенка Здесь важен возраст ребенка И психоэмоциональное состояние Дети в этом возрасте А ребенку всего лишь 9 месяцев Они очень чувствительны К расставанию с мамой Поэтому наша самая главная задача В этой ситуации Как ни странно Кроме самой анестезиологии Это найти комфортабельные условия Для ребенка У трехлетнего Феди из Калуги С рождения серьезные нарушения слуха Возвращаемся по ушам Чтобы выяснить Какую помощь можно оказать ребенку Мальчик был направлен на обследование В федеральный центр от ареноларингологии Ну импланты ставят Не, не поставят Может проспонсируют Все, пошли Все, пошли Пошли мы с тобой Давай, давай Все, пошли Заходи Давай Николаев Федор Пойдемте со мной Здрасте, пойдемте Здравствуйте Пошли А ты здравствуйте сказал? Здравствуйте Привет Привет Пойдем со мной Давай ручку Проходите, присаживайтесь Молодец Присаживайтесь тоже на стульчик Что не нравится Что не хватает В качестве слуха ребенка Может быть есть более мощные слуховые аппараты Какие вы сейчас аппаратики носите Вы знаете фирму? Снимите, я посмотрю Давай, видишь Вы пользуетесь на сегодняшний момент Сверхмощными слуховыми аппаратами Это максимальное качество уровня Звукового давления Который может создать слуховой аппарат В современном моменте Который есть При наличии сохранности слуха Значит, смотрите Сегодня наша задача с вами Составить полное представление Что происходит со слухом у ребенка Именно на сегодняшний момент Сейчас давайте пойдем на кушеточку Мы начнем с вами первое исследование Садись сюда, Федор Ты же взрослый, правильно? Я с тобой посижу Хорошо? Я вам дам время Вы укладываетесь Засыпаете Я прихожу Мы приклеим с вами электроники Попробуем Давай, бабушка, поспи Покачай Поспим немножко А потом все Давай, бабушка, вот тебе качать А то есть нужно, чтобы он уснул Во время исследования Сурдолог сможет определить степень поражения слуха у ребенка А также выяснить, нарушена ли функция слухового нерва Точные результаты можно получить только в том случае Если ребенок находится в состоянии полного покоя Поэтому процедуру проводят во время сна То есть ребенка надо было ночью тревожить, чтобы не уснул Вы говорили о хирургической реабитации слуха У родителей Федора, у самого Федора Мы говорили, но никто не хочет, чтобы было хирургическое вмешательство Потому что пока идет нормальное развитие Но нам, честно, страшно Сейчас, когда закончится исследование И я буду уверен о том, что мы можем с вами беседовать на эту тему Мы с вами побеседуем, я вам расскажу О кохлеарной имплантации То есть это как раз То, что чем ты сказал, не хуже врачей и других людей знают О том внутреннем ухе, которое у вас пострадало Звуковые волны, проходящие по наружному слуховому проходу Как я сказал, есть на что импланты И вызывают ее колебания Эти колебания передаются внутреннему уху Точнее, специальной жидкости, которая его заполняет В результате в движение приходят особо чувствительные волоски От них в мозг передается сообщение о звуке Так происходит в норме Если по каким-либо причинам волосковые клетки нечувствительны Звук не передается и происходит нарушение слуха Практически закончилось исследование У Федора достаточно большая потеря слуха То есть сейчас подается на правое ухо звук громкостью 100 дБ Это приблизительно Чуть-чуть тише, чем звук реактивного двигателя самолета Это очень громко Ребенок, вы сами видите, да, что спит спокойно, как бы, да, не просыпается На графике, да, в красном это правое ушко А в синем это левое Мы видим, что при громкости 100 дБ Ответа коры головного мозга на этот звук нет Мы получили достаточно серьезный диагноз, да Это хроническая двусторонняя глухота С остаточным слухом с двух сторон И требуются самые современные способы реальбитации ребенка Кохлеарные импланты Мы сейчас можем сказать о хирургических способах реальбитации То есть кохлеарный имплант устанавливается в внутреннее ухо Система кохлеарной имплантации состоит из двух частей Импланта и процессора Имплант — это электронная решетка, состоящая из электродов Они передают звуковую информацию в виде электрических импульсов Процессор с помощью системы микрофонов воспринимает звуки окружающей среды И трансформирует их в электрические импульсы Направляя на электронную решетку кохлеарного импланта После установки такой системы Ребенок с нарушениями слуха слышит и развивается почти так же, как и обычные дети Как и обычный ребенок, да? Ну, стоит дороже Снаружи на ухе будет висеть что-то напоминающее слуховой аппарат Но вот сюда, в ушко, ничего не вставляется Чтобы у него не было дефекта речи А для этого нужно ваше усилие и хирургическое вмешательство Самое главное, что вы должны для себя уяснить и донести до родителей Федора Слух его будет резко отличаться от слуха То, которое ему дает сегодня его слуховой аппарат Ну, чуть попозже можно это сделать? Да, конечно Конечно, конечно Ну, вот эти бабушки, бля, все Ну, не операцию не надо Ну, надо, пусть ходит так Хотя бы хоть как-то слышат На самом деле, вообще, импланты чем раньше вставляешь, тем лучше Вот если мы увидим, что он остается в развитии Пока мы это не видим То нам будет, допустим, и в 5, и в 6 лет сделать Значит, смотри Чем быстрее, тем лучше Чем раньше проведена операция, тем больше Да, это я знаю По бабушке Федора видно о том, что она очень сильно переживает Она боится именно самого хирургического вмешательства Потому что это действительно определенные риски Но благодаря развитию современной медицины Операция протекает достаточно быстро В плановом порядке Мы осложнений практически не имеем Давай я отсоединю здесь от тебя все Я боюсь Пойди, больно, что-то больно Все, ты молодец Ну что ты? Пошел Мы имеем глубокое поражение ушками Оно обязательно требует какой-либо коррекции То есть слуховыми аппаратами Либо системы кохлеарной имплантации Наша с вами задача сейчас будет оценить То, как слышит Федор слуховых аппаратов Для этого нам понадобится, соответственно, сурдопедагог Логопед, который сейчас с вами позанимается И оценим как раз, как он развивается Как он слышит Отдаю ваше заключение и ваше исследование Вам сейчас необходимо будет пройти к педагогу Слух у нас стал хуже Сейчас вот по этому исследованию Ну, это глухота Что говорить об этом? Ну, слух у нас стал хуже Но я как бы не хочу вешать ему эти импланты Чтоб он нормально слышал Вот когда нахрен полностью оглохнет Тогда может быть Тогда кожа поздно будет Ну, наверное, да Вот, бывают пенсионеры Ну, блин, вот глупые немного люди Понятно, бабка не разбирается ни в чем И где-то нервы включает Вот, любая операция, это страшно Даже самая маленькая, самая простая Это сложная операция, очень сложная Тем более с ребенком Поэтому боимся Это не сложная операция Здесь намного сложнее Вот у девки ногу рубали для того, чтобы там вставить Вот то посложнее операция, скажу вам честно Давай, заходи Ага Заходи Здравствуйте Меня зовут Наталья Валерьевна А как зовут тебя? Дедя Приятно познакомиться Присаживайся, пожалуйста Я приготовила для тебя игрушки Вот они стоят на столе Покажи, кого ты знаешь? Корову Корову знаешь? Как она говорит? а кого ты знаешь еще узко утку знаешь да как ходит она ходит быстро да давай покажем как послушай топ-топ-топ еще раз послушай топ-топ-топ посмотри на утку и на корову какого цвета утка желтый клюв у утки а сама утка белая белая а какого цвета корова черная черная и и белая а кто больше утка или корова кто больше посмотри кто больше корова больше ну что седя тебе понравилось играть придешь еще приходи пожалуйста а сейчас я говорю тебе до свидания что страдает у лиц с нарушенным слухом это понимание спонтанной обращенной речи не ситуативно не конкретно не по тексту и на заданную тему а спонтанно то есть то как мы сейчас с вами беседа вы не знаете что я скажу в следующий момент и я не знаю что вы спросите меня короче не пытается бабку переубедить в бачу бабку пытаться переубедить они маму он мама должна все решать но если она не слышит напишите ей а приближенные к звучанию нормальной естественной речи голоса естественно и естественно это тоже не норма слуха не уберет то что надо будет ребенком продолжать и дальше заниматься по речи и послушанию развитию этого слушания но при этом она расширяет возможности дает более широкие возможности даже в хороших суровых слуховых аппаратах ребенок также развивается и получает все как и при кахлярной плантации здесь выбор семьи можно оставить и в таком и в такой ситуации в которой вы сейчас находитесь хорошо подобранные аппараты хорошие развитое слуховое восприятие да ребенок сложных трудностей есть у него при кахлярной плантации могу сказать этих трудностей будет у вас меньше я задумалась о том что нам делать будем советовать будем смотреть все за все против задумалась ты нет наверное то кто-то переубедил тебе объяснил что может все таки надо будем смотреть что что ему лучше бабушка фигуре если вам это все проплачивают а это реально стоит ну блин около 40 30 40 тысяч долларов в реально вам говорю на одно мать его ухо на одно я уже не говорю за два ухо серьезным выбором она понимает что от ее решения зависит будет ли ее внук иметь то чего была лишена всю жизнь ее дочь и в то же время она боится операции и пока бабушка малыша думает что делать дальше мы вернемся к сони из невинномыска ты ты которые ставили для ноги прошло восемь дней после операции сони и врачи он не разрешили ей вернуться домой а ну да потихоньку стало все налаживаться состояние ноги стали кровообращаться пульс появился слава богу ребенка было 170 180 давление сейчас у нее 100 120 у нас и у нее давление было бы кто с таким давлением на самом деле ласты склеить легко без таблеток то есть она принимала терапию которую детям до 18 лет ну как не рекомендуют поэтому все только плюсы мы всем благодарны всем спасибо большое нашим докторам которые проделали нам такую сложную операцию чудо операцию мы полные сил надежды что вы выздоровеем мать расцвела ездить на нашем велосипеде счастливы конечно мы сейчас старту сейчас видно ребенку сложно ходить мы надеемся что установленные протезы сосудов сосудистые заменители прослужат сони всю жизнь никакой повторной операции не понадобится дай бог все домой едем все все этой истории мы закончили возвращаемся к другой истории кто следующий во время кормления у двухнедельной сони из шеи начала вытекать белая жидкость девочки поставили диагноз боковой шейный свищ после осмотра врачом проекта ребенок был направлен на госпитализацию больше чем миллиметр вообще сони предстоит операция ничего скоро 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 захочется пойдем домой будем уже дома подготовились до под кузню взяли это будет клубничная маска доброе утро мне нужен ребенок а бодик снимаем больше да я заворачиваю его но сейчас ребенок стресса нет и и и и и и странно почему нельзя с мамой поехать вот чтобы мама там вот постоял рядом пока ребёнок уснет я не сказал бы что там к это санитария стоит какие-то люди в куртках и так далее почему мамку нельзя было впустить странно очень странно почему мать не допускают как пройдет операция переживаю-переживаю когда ее привезут ожидание это самое такое неприятное долгое ощущение что я участвую период все операция закончена пластыри детские а это уже выводит с наркоза и чтоб сама дышала все хорошо когда медицина все проснулась когда медицина развивается а тут решили то нахрен так кровать колясками в руках поднесем вечер салатур хорошо она когда проснется полностью там доктор к вам подойдет и расскажет вам все хорошо это надо на ручки берите это все м standards малая мама видела все забавно мало побежала не знаю приятная семейка это не вызывает какого-то такого дискомфорта это что хрипит она она будет пока хрипеть у него была трубочка в дыхательных путях это пройдет несколько часов пока на полностью все это откашляет и пока она просыпается все прошло хорошо мы все удалили свеч был длиной 6-7 сантиметров очень если все будет хорошо завтра мы перевяжем и в принципе завтра или больше завтра на детского тела никаких проблем у нас сегодняшний день не был разрез длиной сантиметра весь под наклейкой хорошо хорошо закончился мое счастье со мной пока маленькая соня приходит в себя после наркоза мы вернемся к феде из коллеги его мама и бабушка до сих пор не уверены в необходимости операции то там бабушка дюйма мощного дача мама зельберт решила познакомить их с другими героями нашего проекта у которых с этим плоти уже перед таким же непростым выбором сейчас они скажут типа мы не пожалели здравствуйте любви страсти рома привет как поживаете блин где-то я его видел а где я его видел ребята пишите в комментариях и этот пацан шоу после операции вот бодрствуем гуляем понятно рома вырос так смотрим за лето это очень сильно я к вам просьба будет у нас есть пациенты рома вырос за лето в каком-то выпуске дать предыдущих со сходной проблемой но не с ожоговыми а все точно ожоги не были на теле и у него был тоже этот имплант на голове вот со слухом да а вы у нас пациенты опытные я знаю что у вас очень такой довольно длительный уже период ношение имплантов и я бы вас хотела попросить может быть чтобы им рассказали вот о том все точно на службу знакомого раздражаете отлично пойдемте тогда да вот у малого имплант видео тут чем отличаются импланты вот когда внешне такая штука примагничивается к голове здравствуйте здравствуйте вот у нас мальчик рома мальчик федя ромина мама люба бабушка феди валентина николаевна и мама марина очень приятно у ромы как вы видите проблема со слухом такая же как у фиги поэтому я вот попросила любу чтобы она немножко поделилась своим опытом и рассказала вам может то что ей нравится может то что не нравится в использовании импланта ли может вы так расскажете вкратце вот почему вам пришлось поставить импланты что случилось мой сын также как и ваш внук ваш сын родился с пониженным слухом и мы также как и ваш ребенок ходили со слуховыми аппаратами в два года мы начали носить аппараты и соответственно полтора года проходили со слуховыми аппаратами аппараты они же бывают разные дань бывают аналоговые цифровые вот я знаю вы цифровыми пользоваться а у вас какие были по нас тоже были цифровые аппараты очень мощные на тот момент они были из самых мощных из самых дорогих благодаря им ребенок и научился говорить и слушать но так как снижение слуха прогрессировало мы столкнулись такой проблемой что сын перестал слышать те слова которые он слышал раньше то есть слуховые аппараты нам уже не помогали в той мере в которой помогали раньше и мы стали задумываться о кохлеарной имплантации насколько это все вот сложно маленькому ребенку было одевали вы его привыкание вот это все цепляние все вот это вот руками там стаскивал знаете нет аппарат он не снимал я могу сказать что настройки изначально делают очень щадящими комфортными для ребенка потихонечку вам будет звук повышать до прибавлять чтобы он привыкал когда ребенок мой первый раз надела кохлеарный имплант он услышал как звучит вода и он мне показал то есть выразился до теми словами которые вы были тогда в его лексиконе что мама вода я слышу то есть вот она и появилось очень много звуков которых не было слуховых аппаратов у него появились шипящие звуки да он стал слышать на более дальние расстояния то есть там и шепотные речи да и из другой комнаты мы даже проверяли первое время я уходила на кухню в комнате я ему там что-то говорила и он слышал это было настолько потрясающе потому что этого не было так что решайте сделать я вот от себя абсолютно я просто сама приняла решение достаточно тяжело нам не далось я очень боялась я переживала и если бы не подруга да с которой я познакомилась у нас общая беда у обеих глухие дети если бы она меня не направила не сказала делай ты ничего не теряешь то есть либо ребенок останется глухим либо ты сделаешь имплантацию него есть шанс слышать когда я сегодня общалась с фидей с его бабушкой с его мамой я действительно увидела себя себя много лет назад такую же сомневающиеся такую же боящуюся смотри у тебя есть вопросы спасибо вам большое очень приятно было вас надеюсь все болтают бабушку решайте все решает на что-то будьте последним потому что если вы сейчас не решитесь потом скорее сомневаюсь у вас там появится финансовая возможность это все сделать так я понимаю что телеканал оплачивает не думаю что там лишь зашлики лишних 30 тысяч долларов или 40 я думаю что встреча с любой пошла на пользу бабушки и маме феди конечно они должны сами принять решение однако я очень надеюсь что их решение позволит феди слышать мир совершенно по-другому и чё они решили у маленькой сони диагностировали врожденную потолоку решили моковой шейный свитч 4 дня назад девочки провели операцию и теперь малышка и ее мама готовится к выписки все все четенько здравствуйте кладите ребеночка скажите сколько не прошло у вас после операции операции делали в пятницу 4 4 дня и 4 дня да сейчас можно смотреть все тут вам такой маленький разрезик показали вообще за обратненький одеваться вам все врач ваш расскажет как дальше ухаживать за вашего хорошо спасибо до свидания и мне интересно про слуховой аппарат вот все-таки поставить либо все-таки насрет на ребенка и а пусть будет глухой привет киса как у тебя дела все хорошо уже собираетесь эти бабушки бывают и почему с бабушкой общается почему не с мамой хоть она и не слышит напишите она по губам стопудо умеет читать но наш отраслышит задалека почему с бабушкой идет общение там бабушка глава семьи или что сегодня перевязали у вас все хорошо хрень пожирает швы снимать не нужно мама видел что под швами я думаю что мы с вами будем сегодня прощаться сейчас буду готова ваша выписка но и мы отдадим документы как-то потом обрабатывать мне надо специально обрабатывать не нужно где-то дней пять-шесть вы еще не мочите после этого можете купаться в обычном режиме наклейки не нужны поняла без воды будешь хорошо пока с вами спасибо вам большое всего доброго будет до свидания думаю это последнее посещение надеюсь надеюсь все круто за выпиской здесь у нас позитивный момент что-то кто-то кто-то ты моя мосенька и забирай ты моя мосенька и мой котенок все пойдем домой почему она ему как мальчику обращается ты мой мосенький не мосенькая для сони и ее мамы все испытания позади у них начинается новая жизнь я надеюсь теперь у вероники будет меньше причин про парня с ушами ведь здоровье и малышки ничто не угрожает а наши врачи снова отправляются в путь на помощь другим детям чуть я нихрена не помык так закончили странно что а что а что по ушам это в следующем выпуске то хочу вы об этом не сказали как я должен понимать это нужно смотреть следующий выпуск чтобы понять или там от очень странно очень странно но я надеюсь что это будет ответ следующем выпуске решилась ли бабушка поставить парни в слуховые аппараты точнее слуховые аппараты клеарные импланты но вот как то так с радостью обслужу с вами все в комментариях и увидимся в новом выпуске надеюсь что в том выпуске хотя бы покажешь хочется знать историю конец той истории что там они решили всем пока пока